Доброе утро! Наша Марина. Вчера вечером я уже ее показывал. Сегодня хочу показать еще пару интересностей апартаментов ресторана Octopus. Солнце светит прямо в морду. Как вчера и ожидалось. Какой якорь. Красота, конечно. Дорога в туалет. И с ней апартаменты. Красивые домики. На две, не четыре, наверное, семьи. С красивой вылажайкой. Сюда можно приехать. И очень неплохо. И очень неплохо пожить. Я, по-моему, по-моему, в том слуха дал место, куда хотел. Я хочу его в туалет. Видите, домик проходил заточный, когда ходил в туалет. Вот он, вот он, вот он. Вот такой вид открывается по ходе к лодке. Не могу с вами им не поделиться. Очень красивый. А с той стороны рыбаки отъезжают, чтобы набрать очередной улов для туристов, которые вечером придут покушать рыбки. Юридические аспекты международного яхтного судоходства. После завтрака наступило время учебы. Лекцию я выложил в отдельном видео. А потом у тренера вашей швартовки тормой он отправил в следующий пункт назначения. На этот день я был капитаном. Поэтому видео не так много. Снимать в пути бы его не было. Прямо среди забил комнат, да? Да, с черным шлангом. Играет музыка. Вопрос происходит. Молодой другой. Камер потом будет. Я могу покупать яхты. Прибыль в очередное место. Закрытая бухта. Проходик без карты не найдешь. Я сегодня из-за шкипера. Поэтому проход сегодня из ковья. Видите, там берег чуть-чуть выступает из воды. Вон там узкий проход. Такой коридорчик. И в этот коридорчик нужно попасть. Я это сделал сегодня под парусами. А вот там тоже земля уходит в воду раньше, чем следующий берег. Там нет прохода. Дальше гора начинается. Рабацкие шхуны. Отлично уединенное место. А вот там фото-ресторанчик. Такой местный ресторанчик. Надеюсь, что он хорош. Так же хорош, какое ты место. Как водичка? Отлично. Ну вот, главное, чтобы водичка была отличной. Все, я тебя больше не снимаю. Можно не идти. Ну, сказал бы, я бы заснял. Теперь тебе придется вернуться и прыгнуть еще раз. Не, 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 все. Завтра. А сейчас француз сказал, который пришел на Дюфуре, что его друзья в том году в этой бухте Ролекс потеряли золотой. Ты прикинь, сколько стоит золотой Ролекс? Хорошо. Тепло. Давай, найдем. Хорошего понемножка, как говорится. Не веришь французу, да? После 1812 года. Итак, ресторанчик. Местные лодочки. О, по-моему, тут даже парус лежит. Или что-то подобное парусу на доске. Как под ним ходят, правда, я не знаю. Просто не представляю, как он ходит под таким размером мачты. Тут уже садится есть. Такой вот ресторанчик. Французы, которые приехали раньше нас, которые приехали позже нас, уже сели кушать. Да, в общем-то, здесь больше нет никого. На причале стоят две лодки. Основные стоят на якоре. Росы стоят. В укрытом непогоды месте. Вот эта маленькая волна. На лодке не ощущается от слова вообще. Да и есть она здесь только потому, что ветер надувает. Дальше мусорные баки. О, а это что у нас за друзья? Местные то ли полосы, то ли шершни набросились на рыбу, которую выкнули на берег. То есть, насколько быстро они с ними разделаются. Были зловещие, такие красные, с желтыми полосками. Жалят маму, не горюй. Идем на ужин. Ну, будем надеяться, что здесь нас порадуют фермерскими продуктами. Вырешено прямо здесь, на ферме. Слышно, как работает, как генератор. Чтобы запитать электричеством всю эту красоту. Ну, на самом деле, очень красивое место. Вообще шикардосик. Яхтсмены кушают. И скоро мы здесь тоже сядем. Где-нибудь. Какой же столик нам выйдет? Вон наш столик. Да, вон он наш столик. Прямо все разрушены слева. 5-10 метров. Потому что, когда идешь, ворота увидишь за ворота. Выгнали, да, Серега? Ну, да. Сказал, все, иди за ворота. Наш стол? Тот наш стол. Даже без скатерти. Сейчас все будет. Еды нет, скатерти нет. А все тут даже. Приходите жрать, пожалуйста. А зачем здесь седка? От кого граждаться? От баранов? Как раз, чтобы живность куда не выходила. От баранов. Правильно говоришь. От баранов-ка. Субтитры сделал DimaTorzok